Нужны бесплатные орлы? Да без проблем! В описании под видео переходи по ссылке, устанавливай приложение, откидывайся на диване и выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай! Добрый день, дорогие летчики, танкисты, с вами Димон. Как вы знаете, на днях произошли важные игровые события. Презентация PlayStation 5 и различных игр, которые вот-вот выйдут, ну в этом году, может быть в следующем, не суть. Речь о том, что в таких условиях, когда постоянно что-то выходит новое, интересное, а мы, танкисты, летчики и флотоводцы, играем в одну и ту же игру. Как вообще это может повлиять на наш онлайн? Как может повлиять на развитие проекта и вообще на будущее тундры? Куда вы вкладывали свои силы, время, а кто-то и деньги? Лично я играю в War Thunder уже около 7 лет. Примерно столько же занимаюсь ютубом, пускай и не самый первый я занимался этой деятельностью в нашем проекте. И все же, это огромный срок. Каждый день, как и многие из вас, ветераны, я ем одну и ту же кашу. Она меняет свои вкусы, немного добавляется различных ингредиентов, чтобы она стала слаще, но по факту это та самая каша. И вот стало любопытно, как долго люди будут увлекаться подобным жанром? Почему онлайн не падает? Почему он более-менее стабилен, когда вокруг происходит столько всего интересного? У нас уже есть некие разделения по аудитории, то есть ветераны, они сейчас гораздо реже заходят в проект, потому что они наигрались, приходят только к патчам, посмотреть что нового, заценить механики. А что касаемо новой техники, не факт, что они станут ее выкачивать. Это скорее прерогатива новой молодой гвардии, новых игроков, которые тоже по-прежнему привлекаются в проект. Здесь уже большая заслуга маркетологов-улиток, которые в нужное время, в нужном месте умеют сделать хорошую рекламу, эффективную рекламу, показать какие-то новинки в очень хорошем свете, анонс вертолетов, еще каких-то там суперджетов практически современных. Это привлекает новых игроков. Привлеченные ребята еще не знают о мелких или же более крупных проблемах проекта, это все, знаете, уже внутренняя кухня, когда мы спорим о балансе и о других тонкостях. Красивая обертка, фантик, работают на ура, но это принцип, который срабатывает абсолютно везде, а не только в War Thunder. И все же это невероятно. Каким образом подобные игры могут существовать по 7, 8, а то и 12 лет, если вспомнить какую-нибудь картошку, за счет чего? Понятное дело, создавая подобный проект, разработчики изначально, ориентируясь на ветку прокачки, думают о долгосрочных перспективах, мыслят, каким образом смогут еще поддержать игроков в своей игре. И прежде чем продолжить свою мысль, я вас хочу спросить, ребят, почему вы по-прежнему играете в War Thunder? Пожалуйста, напишите в комментариях, какая мотивация, что именно вас держит в проекте? Или прокачанный аккаунт, какая-то одна любимая техника, которая продолжает вам сниться и мотивировать вас просыпаться утром и дальше играть на ней? Или все же вы действительно хотите достигнуть топа, прокатиться наконец-то на самой высокоранговой технике, практически современной, чтобы потом сказать, я прошел игру, что именно вас держит? А если задать вопрос мне, у меня будет лишь два ответа. Первый, это все-таки моя деятельность, моя основная работа. И второе, если уж оценивать данную ситуацию со стороны игрока, опытного игрока, я бы ответил так. Несмотря на то, что вокруг выходит много интересных игр и, конечно же, временами хочется отвлечься, поиграть в них, тем не менее, когда появляется снова желание порубиться на самолетах и танках, вспоминается лишь в War Thunder, только потому, что у него нет аналогов. В этом все дело. Картошка не в счет. Это игра про другое. Пускай они и в похожем жанре, но там нет такого разнообразия в геймплейной составляющей. Это игра, которая ничем не может больше удивить. Уже давно, кроме графики, она ничего не смогла подтянуть и сделать какие-то интересные решения. У нас же в Тундре хоть баланс и в жопе, но есть разнообразие в плане техник. Самолеты, вертолеты, корабли, танки и все это на одном клиенте. То, чего не может предложить кто-либо другой. Очень, конечно, надеюсь на патч 2.0. Ведь, по идее, если разработчики в 1.99 не постарались сделать что-то уникальное, они просто ввели, как всегда, новые машины, Starfighter, Control-C, Control-V, даже про баланс забыли. Просто сделали, как сделали. В 2.0, я уверен, будет какой-то прорыв. Я, конечно, рассчитываю на КАЗы, еще на какие-то новые механики. Разумеется, и на современные, более интересные машины. Но, опять же, не хочется все выводить в разряд. Просто новая моделька танка, у которой лучшая броня, лучшие бронепробития, а так она ничем не отличается. В этом беда, конечно, Тундры. У нас такое частенько происходило. Сначала вводятся модельки танков, а потом постепенно появляются какие-то новые механики. Но все же Тундра только за счет этого и существует. За счет разнообразия и за счет как раз всех этих механик. Я бы уже давно бросил эту игру, занимался чем-нибудь другим, возможно. Но ее смотрят. Ее пока что смотрят. Люди пока интересуются, в отличие от тех же проектов, которые я уже не буду по 100-500 раз напоминать. Параллельно есть про танки. И там, я смотрю, тоже у ребят просмотры проседают, постепенно проседают. И онлайн сильно проседают у игры. Видимо, сказывается как раз старость геймплейной составляющей. Конечно, и у Тундры рано или поздно, несмотря на большее разнообразие, будет забвение, ребят. Это очевидно. Но есть определенный предел развития, который мы пока что не достигли, но он скоро будет, ребят. Посмотрите, какие машины уже поводили. Рано или поздно мы все-таки дойдем до предела. И что будут делать разработчики, это уже большой вопрос. Мне кажется, они тоже сейчас сидят, нервничают, думают, как вообще развиваться в дальнейшем, что вводить. Потому что, представьте, все топы поводили, и что будут промежуточные кулоны, что ли, фигачить? Вряд ли игрокам это будет интересно. Даже маркетологи понимают, что на афише, когда они новый продукт в патче пытаются рекламировать, нужно вставлять какие-то суперкрутые и знаменитые джеты, ну или же танки. Помнится, в прошлом году кто-то пустил слух о том, что War Thunder закроет. Конечно, это было чушью, потому что причиной назывались сервера, которые якобы не оплачены до какого-то там года. Я даже не знаю, повелся ли кто-то на этот вброс, но Тундра не перестанет существовать, покуда несет золотые яйца своим хозяевам. Так что посмотрим, что будет дальше. Чем разработчики удивят нас к патчу 2.0? Надеюсь, это действительно порадует, а не разочарует. И, любопытно, появится ли тун расходу на PS5 в 4К. Было бы, кстати, очень любопытно затестировать. Все, ребята, надеюсь, было интересно пообсуждать немножко данную тему. Вопрос о том, почему вы все еще играете в War Thunder в 2020 году. И увидимся в ближайших видео, где я что-нибудь интересного еще вам расскажу. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok